Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и сейчас я покажу вам короткую, но очень яркую партию, которая отлично демонстрирует, почему в французской защите так популярен вариант Венавера. Итак, партия игралась на турне Катар Мастер, с белыми играет женский международный мастер Алуа Нурманова против индийского гроссмейстера Стэнни. И начинается все ходом Е2-Е4, на доске возникает французская защита и Стэнни идет в вариант Венавера. Белые задвигают пешку на Е5, черные атакуют центр, размен слона на коня и после хода Конь Е7 Алуа выходит в фразём на Ж4. Это наиболее агрессивное продолжение за белых, черные жертвуют обе пешки королевского фланга, но за это разрушают белый центр взятием на Д4 и прямо сейчас грозит шаг на поле Ц3 с выигрышем ладьи. Основной ход в этой позиции это ход конем на поле Е2, здесь сыграно огромное количество партий, но в последние годы популярность набирает довольно странное отступление ферзём на поле Д3, оставляя центральную пешку Е5 под боем и вроде бы эту пешку даже можно съесть шагом. Ну и вот в этой позиции, в частности, они же предлагают съесть эту пешку, белые тогда закрываются конем, следует взятие на Ц3 и здесь партия немедленно переходит в такой вот Эншпиль, размен на поле Ц3, Конь Ц6 и белые начинают надвигать пешки на королевском фланге. Мы с вами видим принципиальное различие в позиции белых и чёрных, у белых преимущество двух слонов, открытая позиция и достаточно сильная крайняя проходная пешка, которая готова в любой момент отправиться вперёд, ну а у чёрных сильный пешечный центр, который тоже может пойти в движение и плюс за слоном этого пешечного центра чёрные создают свою активную игру. В общем, позиция обоюдоострая, но белые объективно обладают здесь определенным перевесом и требует она от чёрных точного игры в окончании, а не всегда, играя вариант Венавера, готовы чёрные немедленно перейти в Эншпиль, поэтому также популярно взятие немедленно пешкой на Ц3 в надежде перейти к основным вариантам, то есть если здесь белые сыграют конь Е2, это просто будет переход к основным вариантам, но беда в том, что в такой редакции белые не обязаны пассивно располагать своего коня и гораздо сильнее сыграть конём на поле Ф3, подкрепляя пешку Е5 и не перегораживая своего слона. И вот, собственно, после этого у чёрных возникают некоторые трудности, они пытаются справиться с этими трудностями ходом Б6. Главная идея хода в том, чтобы вывести слона на поле А6, пнуть белого ферзя, ну и разменять белопольных слонов таким способом. До этого все партии продолжались путём А4, чёрные меняли слонов, белые отступали на Д4, взятие на Ф1, взятие, ну и здесь либо конь Ф5, либо ход конь Д7, как было сыграно в партии Хикаро Накамура против Яна Непомнящего. Эта партия, кстати, подробно разобрана у меня на канале, и вы также можете посмотреть её по всплывающей ссылке. Очень интересные анализы, всем рекомендую. Но интересно и то, что произошло в данной партии. Мы с вами поняли, что главная угроза чёрных это вывести слона на поле А6 и разменять белопольных слонов, и вот Аллуа находит способ воспрепятствовать этой угрозе и немедленно играет ферзь Д4. Теперь ясно, что нельзя играть слонов на поле А6 из-за того, что последует размен на этой клетке, и потом выигрыш фигуры после шаха ферзём на А4. Поэтому чёрные должны как-то по-другому бороться с белым ферзём в центре. В партии последовал ход К6, но этот ход имеет тот очевидный минус, что белые просто забирают пешку на поле Ц3. Надо сказать, что вместо К6, возможно, сильнее было немедленно сыграть слон Б7. Это ход, который рекомендует шахматные движки. Белые здесь, скорее всего, приступят к надвижению пешек путём А2, А4, и вот только после этого чёрные играют К6, нападают на ферзя. Здесь, в принципе, у ферзя есть выбор. Можно побить пешку на Ц3, можно отступить на Ф4. Давайте начнём с наиболее напрашивающего хода, с обзятия разбирать. Если побить на Ц3, то чёрные уже играют Д4, и после взятия на Д4 забирают на Е5, разменивают ферзей, и после хода К4 мы с вами видим, что висит пешка Ц2. Слон на большой диагонали стреляет на пешку Ж2, и, в общем, чёрные моментально уравнивают позицию. Здесь надо понимать разницу между тем, что произошло в партии, и этим вариантом. Итак, мы с вами разбирали немедленный ход слон Б7, и только на ход Х4 играют К6 чёрные. В партии же последовало сразу К6. Белые побили ферзём на Ц3, и вот в этой позиции чёрные могли бы перейти в то же самое окончание, сыграв Д4. Тогда взятие на Д4, взятие ферзём на Е5, закрываемся ферзём, и размен на поле Ц3. Кажется, всё то же самое, но разница заключается в том, что чёрные не успели поставить слона на большую диагональ, а белые, соответственно, сэкономили на ходе H2-H4. Так вот, слон на большой диагонали намного более полезный ход, чем движение крайней пешки. Например, в этой ситуации белые могут защитить пешку ладьёй. Мы видим, что пешка Ж2 пока что находится не под боем, а если сыграть слон Б7 с потеей темпа, то, конечно же, белые не будут играть H4. Вместо этого хода они сыграют конь Б5. Таким способом выменяют кони, разовьют слона. Ну и здесь можно отступать из-под шах к королёву, можно сыграть, в принципе, слон С6, размен на поле Ц6. Ну и позиция на самом деле близка к равенству. Да, у белых лишняя пешка, у них слон против коня в эншпиле, но всё-таки ладья на поле А2 достаточно пассивная. Чёрные фигуры, наоборот, достаточно активны. Пешка С2 может представлять из себя слабость. В общем, чёрные имеют определенные шансы на то, чтобы удержать это окончание, хотя, конечно, игра здесь идёт строго на два результата. Так что, немедленно, именно в этом заключается тонкость, поэтому слона на Б7 было точнее сыграть до выхода коня на поле Ц6, ну и после Х4 конь Ц6. Здесь мы рассмотрели взятие на Ц3, давайте посмотрим ещё один вариант, это отступление ферзя на Ф4, желая удержать центральную пешку. Тоже, я вам скажу, очень хитрый ход. На первый взгляд ферзь становится прямо под копыта чёрной лошади, но оказывается, что взятие центральной пешки здесь чёрным не помогает. Шаг на поле Б5, король должен отступать, и после коня Д4 белые перехватывают инициативу, чёрный король в центре чувствует себя очень неуютно, и у белых просто большой перевес. Поэтому сильнейшее продолжение за чёрных это ход Д4, ещё одна жертва пешки, и после разменов уже конь выходит на Ф5, и интересно, что король просто прячется на поле Ж7, после чего чёрные получают хорошую компенсацию за счёт активности фигур, и белый король чувствует себя здесь намного хуже, чем его чёрный коллега, который пешком пришёл на королевский фланг. Но мы с вами увлеклись разбором вариантов, давайте вернёмся к партии. Итак, в партии последовал немедленный ход к КЦ6, взятие ферзём на поле Ц3, здесь объективно сильнейшим был бы ход Д4, с переходом в окончание, которое мы с вами только что разбирали, но вместо этого хода Стэнни играет слоном на поле Б7, он явно играет эту партию на победу, и надо сказать, что ход оказывается достаточно серьёзной ошибкой, теперь белые могли бы получить стабильный перевес ходом слом Б2 и подготовкой длинной рокировки, то есть вот в этой позиции чёрному пешку отыграть не удалось, и какой-то активной игры у них тоже получить не смогли они, в то время как у белых здоровая лишняя пешка, и скоро эта пешка отправится в ферзи, и чёрным это будет максимально неприятно. В партии же Алло делает достаточно серьёзную ошибку, она выводит слона на поле Ф4, и здесь слон расположен намного хуже. Итак, длинная рокировка, белые начинают толкать крайнюю пешку, и ладья Ж4, нападая на слона. Надо сказать, что только, наверное, Стокфиш мог бы защитить эту позицию. Сильнейший ход слон Д2 возвращает слона обратно, и на ладья Е4 и шах, король Д1. Надо сказать, что здесь чёрные атакуют очень яно, играют Д4, и на ход Ферзь С4, ещё есть ход Д3, оставляя ладью под боем, и вот только Стокфиш, наверное, может догадаться, что к равенству здесь ведёт не взятие ладьи, а спокойно отступление Ферзём на поле Ц3, и на ход конь Д5, ещё и отступление Ферзём на поле Б2. Но, наверное, только движки могут настолько холодно отступать фигурами из-под боя, и утверждать, что эта позиция равна, хотя вот с человеческой точки зрения белый король просто открыт всем ветрам, и чёрные атакуют его просто всем комплектом своих фигур. Но в партии же... Давайте посмотрим, что будет им, кстати, на взятие ладьи, это достаточно интересный вариант. Если побить Ферзём целую ладью, то последует коть Д4 с нападением на Ферзя, взятие ещё и пешки на Д3, и теперь комбит Ф3, вновь белый Ферзь оказывается под нападением, отступаем на С4, размен, взятие на Д2, и переходит чёрный в окончание, где два коня будут чуть-чуть посильнее, чем ладья и две пешки белых. Ну, это всё благодаря тому, что чёрные фигуры максимально активны, а белые пешки, скорее всего, отыграются. Пешка Е5 под боем, пешка Ж2 под боем, ну и король белых тоже достаточно неудачное положение занимает. Таким образом, последний шанс Аллуа на то, чтобы защитить позицию, заключался в отступлении слона на поле Д2, но там бы ей пришлось бы уже играть буквально как движок, чтобы удержать эту ситуацию. В партии же последовало отступление на поле Х2, ну и дальше чёрные буквально ногами добивают позицию белых, шах, нельзя закрываться слоном из-за хода слона на поле Х6, поэтому король должен наступать на Д1, чёрные проталкивают пешку вперёд, ладья отступает на Ж4, но тут по-разному можно играть за чёрных, белые толкают крайнюю пешку, желая как-то отвлечь чёрных от атаки, но атака приходит сама с собой, конь Е3, шах, взятие, взятие пешкой. Теперь белые посчитали вариант с проводом пешки в ферзя, и вроде бы таким способом они пытаются отвлечь чёрную ладью, однако чёрные просто забирают ферзя на Д2, ферзь отступает из-под боя, и атака чёрных продолжается. Напали на ладью, напали на пешку, шах ничего не даёт, здесь сначала подбрасываем коня в атаку, потом забираем слона, жертвуем качество, ну и в этой позиции мат был не за горами, так следите за руками, ладья БДЖ2, чёрные провели пешку в коня с шахом, и после хода король Д4, последовал мат ферзь С5 и ферзь Д5 мат, такая вот короткая, но красочная партия, белый король получил мат прямо в центре доски. Что ж, кому понравился обзор, не забывайте ставить ваши лайки, и подписываться на канал. Ну а с вами был Евгений Шувалов, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова